Привет, друзья! Сегодня я расскажу о драматическом триллере 2021 года по одноименному роману Лианы Мориарти под названием «Девять совсем незнакомых людей». Семья Макрони едет в элитный пансионат Транквилум. Наполеон восторгается огромной скидкой, которую им предоставила хозяйка, не обращая внимания, что его жена Хетер и дочь Зои совсем не в восторге. В этот же пансионат добираются Бен и Джессика. Женщина пытается снять видео для своего блога, а муж недоволен предстоящим саморазвитием. Писательница Фрэнсис тоже едет на отдых, чтобы забыть обманувшего ее мошенника, но звонок от агента ввергает ее в ярость. Издательство не приняло ее последнюю книгу и собирается расторгнуть контракт. Женщина выходит на обочину и кричит от злости. Тут же рядом останавливается машина, и мужчина пытается оказать ей моральную помощь, но Фрэнсис прогоняет его. В это время в придорожном магазинчике Ларс закупает запрещенные в Транквилуме продукты и знакомится с разведенной домохозяйкой Кармель, которая едет в пансионат, чтобы измениться. Людей встречают работники пансионата и провожают внутрь. Одна из них забирает телефон Джессики. Тут это запрещено. И это ввергает женщину в настоящий шок. То же самое происходит со всеми. Оставшись без гаджетов, люди теряются. Но оглядевшись, приходят в восторг от окружающей красоты. Гостей всего девять, и они начинают знакомиться друг с другом. Ларса предупреждают о запрете публиковать посты в соцсетях и берут анализы крови. В это время Кармель медитирует под огромным деревом и слышит журчание. Оказывается, Тони не дошел до туалетной комнаты. Несмотря на неловкость момента, люди знакомятся. Фрэнсис провожают до ее номера, где ее напряжение прорывается слезами. И тут в номер входит Маша, и писательница признается, что не хотела ехать сюда. Наполеон и Хеттер тоже не особо рады своему приезду. Зоя отправляется на прогулку и случайно слышит телефонный разговор Ларса со своим приятелем. Они тоже знакомятся. В другом конце парка Тони делает звонок, но лишается своего телефона. Тем временем Маша наблюдает за всеми через камеры, развешанные по пансионату. Бен и Джессика принимают ванну в горячем источнике и пытаются уговорить друг друга в отличном результате. К ним присоединяется Наполеон. Он восхищен дорогой машиной Бена, ведь он всего лишь школьный учитель, и тот обещает дать ему покататься. Работники пансионата Делайла и Яу не в восторге от новой группы, но Маша знает, что делает. Гости собираются в общем зале и обсуждают свои впечатления. Маша приветствует их и обещает, что через 10 дней они станут совершенно другими людьми. Здоровее, счастливее, легче. И будут благодарить ее. Ларс перебивает женщину. Из его багажника пропали шоколад и вино. Маша подтверждает, у других тоже забрали запрещенные продукты. Тони возмущается, но Маша напоминает. Они теперь ее. Она приехала из России и много работала. Употребляла и опять работала. Она создала компанию и шла по людским головам. И однажды ее застрелили посреди парковки. Она клинически умерла. Яу спас ее. Он добрался до ее сердца, как она теперь доберется до их. Они приехали, чтобы умереть и возродиться. Она была хозяйкой корпорации и вдруг стала малышкой на велосипеде. Свободной и счастливой. Хетер не согласна с таким подходом. Они приехали отдохнуть. Зои убегает из зала, но Маша сообщает, что будет мучить каждого из них, пока не добьется результата. Зои открывает Фрэнсис причину приезда в пансионат. Три года назад скончался ее брат-близнец, что семья тяжело переживает. Писательница выражает соболезнования, а в зале продолжается негодование по поводу обыска сумок и изъятия личных вещей. Тони кричит на Машу, и она разрешает вернуть ему лекарства. Женщина довольна. Обнаруживаются раны каждого гостя. Ларс сообщает, что Маша одобряет только 10% заявок, так что их тщательно выбирали. Фрэнсис обвиняет хозяйку. Она мотивирована до потери человечности и не собирается здесь страдать. Тони просит о приватном разговоре, и Маша выдает его тайну. Он зависим от веществ и пришел сюда за помощью. Но Тони и не отрицает. Причина – три операции на позвоночнике и разбитое колено, тяжелый развод и невозможность видеть детей. Маша дает одну таблетку. Завтра он получит следующую. Джессика признается Фрэнсис, что является ее фанаткой, и не понимает, какие могут быть проблемы у успешной писательницы. Вот у них семейный кризис. Она прочитала в книге Фрэнсис, что герой видел героиню, и это прекрасно. Писательница разочаровывает Джессику. Не стоит искать правду в книгах. Утром Маша получает сообщение, в котором ее поздравляют с последней недели на земле. Хетер, наконец, объясняет мужу ее причину отъезда. Она хочет, чтобы он ей снова нравился. За завтраком люди сообщают, что сегодня их ждет землекопание, и это вызывает неоднозначную реакцию. Маша в это время медитирует в бассейне. Яо понимает, что что-то не так, и она признается в получении неприятных сообщений. А он говорит, что Делайла его ревнует. Маша успокаивает мужчину. И целует его в ноги. Гости тем временем выкапывают ямы на поляне. Маша просит лечь в них и говорит о страхе смерти. А потом предлагает представить реакцию окружения на их уход. Делайла бросает на каждого по горсти земли. Фрэнсис не выдерживает первой. По ней некому горевать. Звон колокольчика предлагает выйти из земли в новую жизнь. Фрэнсис отправляется на акупунктуру, и у нее берут кровь на анализ. Персонал заверяет ее, что Маша реально понимает, что делает. У хозяйки в это время разговор с Джессикой, которая признается, что в яме она поняла. Подписчики поскорбят несколько дней, а потом ее инстаграм удалят, и все будут жить дальше. А самое несправедливое, что Бен больше не любит ее. Остальные гости совершают прогулку, и Кармель признается, что раньше работала на Бродвее и знакома со знаменитостями. Но муж заставил ее уволиться, чтобы воспитывать детей. Тони замечает, что Фрэнсис заснула в бассейне и кидает в нее виноградину, которая попадает ей в рот. Женщина начинает задыхаться, и Тони спешит на помощь. Она замечает ягоду и понимает, что произошло. Как ни странно, после ссоры они начинают сближаться. Фрэнсис рассказывает о фальшивом любовнике с придуманным сыном, которому она перевела кучу настоящих денег. Но она не жалеет, целых полгода она жила этими отношениями. Тони советует написать об этом, а потом признается, что читал негативные отзывы о ее последней работе. Остальные гости в это время выполняют упражнения на доверие, и вдруг замечают, что Хеттер стоит на самом краю высокого берега. Делайла отказывается бросить ее и берет женщину за руку. Зои убегает. Позже Делайла рассказывает о произошедшем Маше. Группа очень непростая, а у Ларса явно есть какая-то цель. Фрэнсис говорит о желании уехать, и Маша просит дать ей еще один день. Маша наблюдает за тем, как Тони возвращается к своей яме, а Наполеон пытается успокоить Зои, которая уверена, что мать хотела покончить с собой. Маша объявляет Делайле и Яо о запуске нового протокола, несмотря на их возражения. Утро начинается для всех по-разному. Тони чувствует разбитость, а Наполеон собирается на встречу с Машей. Делайла опять говорит о неготовности группы, и Маша просит доверять ей. За завтраком Яо сообщает, что сегодня они весь день будут гулять и смогут поесть только то, что найдут. Ларс замечает напряжение между Беном и Джессикой и предлагает выговориться. Возникает перепалка, которую обрывает Яо. Впереди медитация и бег в мешках. Ларс продолжает провоцировать Джессику, и Кармель неожиданно бросается на него с кулаками. Делайла сообщает Маше об открывшейся агрессивности женщины. Тони чувствует себя все хуже. Фрэнсис сочувствует и просит не раскрывать ее тайну. Гости отправляются на медитацию. Тони видит свои спортивные травмы, но Маша поддерживает его. Позже команда отправляется на соревнования по бегу в мешках. Люди искренне веселятся, стараясь победить. И вдруг Джессика начинает выполнять колесо, и сразу опережает Кармель. Это вызывает бурю эмоций, но Яо считает, что никакого нарушения не было, ведь главное быть в мешке. А после отправляет людей за добычей. Тут много ягод и орехов, а еще есть река, правда удочки не предусмотрены. Наполеон приходит к Маше и рассказывает о том, как сын покончил с жизнью. Он месяцами кричал в подушку, но сумел взять себя в руки. Его сын сам распорядился своей судьбой. Мужчины под руководством Яо ищут съедобные растения. И Бен, наконец, вспоминает, кто такой Тони. Он же был суперзвездой и любимым игроком его отца, но тот обрывает парня. Он теперь просто Тони. Женщина гуляет с Делайлой, и она напоминает Джессике, что не нужно делать неприятные вещи нигде и никогда. Девушка выводит группу на берег реки, обнажается и опускается в воду. Подумав, Хетер идет следом, что вызывает изумление Зои и поддержку остальных. Кармель подкалывает Джессику, заметив неосознанный жест женщины, ищущий телефон. Между ними происходит размолвка, что вызывает вспышку ярости Кармель. Мужчины тем временем находят один авокадо. Женщины плывут по реке, но каждая воспринимает воду по-своему. Мужчины находят орехи. Все уже знают практически все тайны, приведшие их сюда. Но вот Бен пока остается загадкой. Его выводят на разговор, и тот признается, что выиграл в лотерею, и жизнь потеряла всякий смысл. Женщины останавливаются в источнике. Кармель не понимает, чем она обидела Джессику, и та признается, что считает себя некрасивой. Кармель искренне изумлена. Ее муж ушел к молодой и красивой, и ее первые порывы при виде таких, как Джессика, дать им по лицу. Фрэнсис хотела бы описать происходящее. Пять разных, удивительных женщин с разными судьбами. Прорываются и чувства Хетер. Они с мужем очень давно не были близки, и она была бы рада, если Наполеон заведет тут интрижку, потому что она больше не может любить его. А Наполеон в это время начинает чувствовать недомогание. Тони уверен, что все это от недоедания, и призывает всех вернуться в пансионат. И тут на их пути встречается коза. Тони пускается в погоню за животным, вспоминая яркие моменты своих игр. Вечером обе группы встречаются у входа в пансионат. Женщины приходят в ужас, увидев убитое животное. Мужчины не разделяют их чувств. Они выполнили условия и добыли еду сами. Маша одобряет произошедшее, но, уйдя к себе, плачет. Яо просит прощения. Это была ее коза, но ведь она сама ввела новый протокол. Ночью люди жарят мясо и танцуют вокруг костра. Фрэнсис удивлена поведением Тони. А Наполеон радуется, что Хетер танцует. Правда, Зои уверена, что с мамой происходит что-то плохое. Маша призывает выпить за открытие себя. Ведь сегодня многие смогли рассказать о себе. Наполеон просит слова и напоминает слова молитвы. А потом вдруг начинает говорить о сыне. В тот день он проспал и не смог помешать поступку сына. Если бы он не отложил звонок будильника, жена не была бы разбита, а дочь также пела бы в душе. И это он убил козу. Хетер обнимает мужа и вдруг спрашивает Машу. Они их чем-то накачивают? Маша подтверждает. Все они получают микродозу вещества. Гости ошарашены и возмущены. Нельзя накачивать людей веществами без согласия. Но Маша возражает. Во-первых, не всех. А во-вторых, это часть терапии. Фрэнсис отправляется в машину, где спрятала бутылку водки. Ведь теперь Маше нечего возразить. Яо напоминает. Микродозы помогают лечить многие изменения психики и даже болезни. А Маша раскрывает тайну Ларса. Он журналист и ведет тут расследование. И когда его материал выйдет, она получит кучу денег. А он пуллицеровскую премию. Ночью люди пытаются осмыслить услышанное. Джессика не понимает, почему им с Беном не давали вещества. А Наполеон возмущается. Он стал преступником? Хетер отвлекает мужа, ведь она так по нему соскучилась. Яо находится в постели Маши, когда на ее телефон опять приходит сообщение с угрозами. Она думает, что этот человек находится здесь. Яо недоволен, что Маша рассказала о веществах. Но Маша напоминает. Она рассказала. И они остались. Позже Делайла не пускает мужчину в свою постель. Наполеон и Хетер впервые за последние годы рады. И жена успокаивает мужа. Он не мог ничего изменить. Тони находит болеющую из похмелья Фрэнсис. Женщина сама не может объяснить, что и кому она пыталась доказать. Кармель идет на беседу к Маше и признается, что внутри она совсем не злая. Просто измена мужа выбила ее из колеи. У нее остался шрам от укуса, который мужчина нанес в порыве страсти. И она часто гладит его, вспоминая былое. Маша просит выписать все гадкие слова, которые он наговорил ей. Ларс и Зои в это время кричат в бане. Это один из способов выплеснуть эмоции. Ларс признается в своей нетрадиционной ориентации и сочувствует девушке. Ведь завтра день рождения ее и брата. Позже группу приводят в зал Кен До. Посреди стоит манекен, которому Фрэнсис высказывает свои обиды. Она надеялась, что у нее настоящая любовь и готовилась стать матерью для его сына. Он отнял не только деньги, но отобрал надежду на другую жизнь. Женщина избивает чучело под одобрительные аплодисменты группы. Следующий выходит Кармель. Делайла зачитывает оскорбление ее бывшего мужа, и та начинает избивать чучело все яростнее с каждым словом. Люди вокруг пугаются ее ярости. Наполеон предлагает Хеттер уехать. Но та против. Они, наконец, опять становятся близки. Зои тоже хочет остаться. Тони признается Фрэнсис, что в пьяной драке убил человека и что он боится насилия. Он зависимый от веществ, и его дети с ним не разговаривают. Женщина успокаивает его. Вечером Маша говорит Яу, что группа готова. Тот возражает. Еще рано. Делайла возмущается. Маша приказала увеличить дозу? Хозяйка напоминает. Делайла тоже должна принимать смузи. И то, что Яу бывает у нее, она тоже давно знала. Делайла предупреждает, что все может кончиться очень плохо. Маша идет к отдыхающим и предлагает выпить за исцеление. И группа с энтузиазмом поддерживает ее. Люди чувствуют себя отлично. Но вернувшись в свою комнату, Маша находит разгром и надпись на стене о том, что умирать приятно. Довольно интересный сюжет, хотя его неспешное развитие не всем понравится. И необычная интрига. Что же все-таки за метод изменения сознания практикует Маша? Друзья, что думаете, делать продолжение?